В Марухском рудном поле располагается два потенциальных месторождения. Это Марухское потенциальное месторождение и Средне-Яхотинское потенциальное месторождение. Здесь нет многоступенчатых карьеров, амфитеатров, нет огромных приисков. Нет картинки, которые возможно ожидают увидеть любители вестернов. Золото тут не добывают. Здесь, в недрах тайги Северо-Енисейского района, ведутся поисковые работы. Прежде всего, перспективные на наличие драгоценного металла территории осматривают. После бульдозерами прокапывают траншеи. И тут уже целая бригада геологов приступает к описанию пород и дроблению. Один из самых основных этапов – осмотр траншеи. Я сейчас нахожусь на траншеи и иду по зачищенному полотну. Буду простукивать породу, искать золото. В основном тут сланец, но есть и кварц. Говорят, что именно в кварце зачастую находят золото. И не исключено, что вот в этом вот, в небольшом кусочке, есть золото. Невооруженным глазом разглядеть золотые пылинки практически невозможно. Ведь после того, как металл в породе найден, его расщепляют на еще более мелкие частицы. Этим занимается отдельный человек – геолог-химик. Всего в партии 10 сотрудников. Основные работы проходят в Красноярске. А на весь летний сезон, когда можно копать траншеи, геологи уезжают из города в поля. Вместе с бумажной волокитой оставляя в офисах и цивилизацию. Связи тут нет никакой. А от родных весточки приходят посылками и письмами. Начальник партии, отвечающий за морокское месторождение, Владимир Москалев, признается. В профессии он уже более 30 лет и недугом золотой лихорадки никогда не болел. Чтобы найти и забрать себе, в принципе, такого у нас лихорадки не было. Найти, да, интерес, когда видишь настоящее золото, почти три девятки, которые в природе, а не то, которое в кольцах красиво привлекает, хочется найти. Три месяца в тайге. С одной стороны, лето, природа, свежий воздух. Вот только отпуском это не назовешь. Траншеи, изучение керна, продукта бурения, экспресс-анализ, опробование. Названия всех процедур мешаются в голове. А ведь поисковые работы – это лишь часть от огромного процесса. Результатом поисковых работ выделяются конкретные непосредственные участки для проведения дальнейших видов работы. Определяются как по сырью, по золоту, редкий металл и так далее, все, что есть. На данном участке золото. Много? 70-80 тонн. Золото морокского участка изучают уже 7 лет. До конца года геологам предстоит обработать собранный материал и завершить лабораторные исследования уже в Красноярске. В дальнейшем площади выставятся на лицензирование уже для добычных работ. В то время как мифическим Альдорадо бредят более 500 лет, в Красноярском крае находят свои золотые территории. Но и они не сразу раскрывают свои тайны. 8 часов на документирование траншеи, столько же на описание керна и 10-часовой экспресс-анализ. И это не весь процесс. В целом геологи работают весь день, иногда и ночью. А ведь это только поисковые работы. Потом уже оценка, разведка, добыча. И только после всего этого через путь длиной минимум в 10 лет золото попадает на прилавки ювелирных магазинов. Елизавета Курочкина, Сергей Березовский. Новости ТВК. Североинзейский район.